положительные, и мне это нравится. Ну, я сделаю всё для того, чтобы выйти в финал. Я привык бороться до конца, поэтому я выложу здесь полностью всё, что могу, всё, что умею. А там посмотрим. Ну, конечно, здесь только может победить, наверное, совершенно отшалелый человек. Жестокий фигур, потому что здесь реально жестокий фигур. Ничего не бойся! Нет, удержитесь. Я принесу вам... Да давай, обнимите, поставьте традиции, я передаю свою энергию. Родина, я принесу вам фрукту, давай. Я занимаюсь альпинизмом. В этом году погорел свой первый 7000. Что будет здесь? Детский лепет, и я действительно скажу, ребята, это клёво. Вот, в принципе, за этим я и приехал. Дети мои, я посвящаю это вам! О, он вышел заряженный на победу. Прокричал посвящение своим сыновьям. У него и у Юлии Такшины двое. С разницей в два года они родились. Пробежал первый участок быстро. Ну что, каков он на гимнастической вот этой подкидной доске? Неплохо. А удержаться, удерживаться. Ну что, в хорошей форме видно. Роскошные прокаченные ноги, широкие плечи. Вторая попытка. Опа! Григорий Антипенко снова в игре. Новый элемент дистанции пока ему легко отдаётся. Но. Ну что, в хорошей форме видно. Роскошные прокаченные ноги, широкие плечи. Вторая попытка. Опа! Тоже удерживается. Хорош или нет? Смотрите, главное, он оттолкнулся и понял, что нужно чуть-чуть долететь. Он продолжает борьбу, заслуживает всяческого уважения, но он тратит очень много сил и времени. Ну а какой смысл тратить их? Где? В грязи или здесь, на трапеции? Во всяком случае, в грязи эти секунды могли бы пригодиться. Но ничего, ничего. Он выбрал такую тактику и боролся с этими подкидными досками и трапециями до конца. Григорий, кстати, относится к тем людям, которые считают, что лучше гор могут быть только горы, на которых ещё не бывало. Лучше грязи может быть только грязь, на которых ещё не бывало. Перефразируем эту историю. Вот теперь нужно слишком много сил потратить, выбираясь туда, в дальний конец этого бассейна с грязью. Сколько несчастного народу видал этот бассейн? Сколько сил человеческих оставлено в этой грязи? А теперь нужно быстро бежать. Мотиватор безжалостен. Он нависает над Григорием. Успевает удержаться лягушечкой. Хорошо. Избежать мотиватора уже большое счастье. Хопа. И тут удерживается. Да, второй молодец. Григориц готовился, смотрел жестокие игры первый сезон, но этого недостаточно. Ещё один шар, платформа, и будет практически чистое прохождение. Четвёртый. Хоп. Молодца. Браво, Антипенко, молодец. Ничего не скажешь, Антипенко здорово идёт. Если бы это был театр, то я думаю, сейчас бы раздались аплодисменты. Он прошёл шары, друзья. Легко. Причём легко. Второй прыжок на платформу. Удерживается. Здорово. Здорово. Остался один прыжочек, и он на финише. Хороший. Есть. А-а-а. Хорошо. Похоже, Григорий дотошен во всём. За что бы он ни брался. Его время 2 минуты 24 секунды. Качественная, живая игра. А ведь там, наверху, начинаешь задумываться о ценности жизни. И закреплённые на жилетах камеры эффектно передают атмосферу. Вам ваша супруга подсказывала что-то? Она же пробовала проходить подобное. У неё были другие конкурсы, поэтому... У шары-то у неё тоже были? Видимо, у шары вы по её наводке просто. Были, были. Знаете, это интуитивно. Это не так всё сложно. Самое сложное – это сохранить дыхание, потому что жилет не дают вздохнуть полной грудью. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, кто главный претендент на успех, на победу среди мужской части вашей команды? Ну, конечно, я. Кто же ещё? Очень трудно предположить, кто вылезет первый, поскольку достаточно все, ну, мужики, они нормально подготовленные, несмотря на возраст и какие-то ещё моменты. Вот. Но в себе я уверен, я знаю, что я пойду дальше и буду проходить по полной программе все эти испытания. Особенно, конечно, моя самая, наверное, большая цель – это пройти в финал и там уже побороться за основной приз. Прошёл шары? Все четыре? Да. Ну, ты их как, прошёл? Нет, зачем? Я так. Ну, на один, на второй, на третий. Не нужно было тратить время на трапеции, надо было сразу прыгать в воду, потому что не набирает она всё равно амплитуды нужной для того, чтобы перепрыгнуть. Вторая трапеция. И просто трата времени. Кстати, о времени давайте посмотрим, как выглядит таблица промежуточных результатов. Заговорочным лидером на данный момент является Виктор Наботов. Пока Дмитрий Носов роет копытом землю, конкуренты перенимают опыт у рекордсмена Наботова-младшего, а у женщин ведёт Динара Сафина. Носигран только первый период.